Тверская область – место с богатой природой и по праву считается краем лесов, рек и озер. В Верхневолжье много уникальных мест, которые могут удивить любого путешественника. И чтобы привлечь еще большее количество туристов в регион, на территории области реализуется крупный инвестиционный проект «Волжское море». Он включает в себя шесть подпроектов – Кимры, Калязин, Весьегонск, Конаково, Волжские прогулки и Завидово парк. О развитии последнего расскажет наш корреспондент Наталья Чекет. Первым этапом в развитии туристической инфраструктуры региона станет курортная зона Завидово. Расположена в Конаковском районе на стыке рек Шоша, Ламы и Волги. Сейчас здесь реализуется сразу несколько проектов. Один из них – недавно открытый пешеходный мост через реку Дойбеца. Искусственное сооружение соединило берега реки в районе Вараксина и Макшино. Долговечность сооружения достигает до 100 лет. Покрытие пешеходное сделано из антискользящего покрытия с применением границных крошек. То есть максимально обеспечена безопасность людей. Ночью на мосту будет включаться подсветка. Его длина – более 145 метров, а ширина – 2,5 метра. Объект, уже ставший частью кластера, был построен за год. А его гарантийный срок составляет 10 лет. Пока освоим одну сторону, один берег реки Шоши. И в ближайшее время у нас уже по генеральному плану развития территорий предполагается развитие уже другой стороны. Там были раньше заболоченные места, которые практически не использовались. У Тверской области большой потенциал для привлечения самых разных категорий туристов. И его необходимо развивать. Это отметила и глава Ростуризма Зарина Дагузова. Туристический потенциал Тверской области просто огромен, как и всех регионов, которые вдоль Волги. Вот мы сейчас видим, люди летом все хотят к большой воде. Если это не море, то люди хотят хотя бы к рекам, озерам. Тверская область и вообще приволжские регионы предоставляют огромные возможности для занятий активными видами спорта. Тверская область уже сейчас такой, я бы сказала, туристический магнит. Одним из ключевых объектов, обеспечивающий инфраструктуры туристско-рекреационного кластера Волжское море, на территории особой экономической зоны Завидова в Конаковском районе станет транспортно-пересадочный узел. Создание узла уже началось в будущем. По графику за три года здесь построят полноценный причал, вокзал, откроют акваторию порта, укрепят берег, устроят наружные инженерные сети, а также сделают подъездную автодорогу и парковку. Основная идея проекта Волжское море заключается в том, чтобы создать современный курорт, открытый для всех желающих, привлекающий людей комфортными условиями проживания, ничем не уступающими заграничным. Считаю, что развитие такого туристического кластера даст возможность комплексного развития территории, которая будет популярна и у москвичей, у гостей из других регионов. Надеюсь, что наша территория всегда будет гостеприимной для всех, кто решит к нам приехать. Мост через Маку в Твери стал еще одним строящимся объектом, входящим в кластер Волжское море. Он позволит устранить разрыв туристического пешеходного маршрута по Твери. Для большей проходимости мост будет шириной 5,5 метров, а его длина от берега до берега составит более 88 метров. Сейчас объект готов на 77%. Открыть его планируется в конце текущего года. Однако, как отметил руководитель Федерального агентства по туризму, в Твери еще необходим комплексный план развития центра города. Для увеличения туристической привлекательности. Много чего уже очень сделано. Но для того, чтобы центр Твери стал действительно туристически привлекательным, чтобы туристам хотелось здесь оставаться ночевать. Здесь нужно, безусловно, развивать дальше туристическую инфраструктуру. Нужны гостиницы, средства размещения, кафе, рестораны, развлекательная инфраструктура. Напомним, что Тверская область стала участником всероссийского конкурса по созданию туристко-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России. Наш регион представил проект «Селигерия». Он предполагает открытие природного парка и развитие инфраструктуры возле главных туристических мест – Пеновского муниципального и Осташковского городского округов, истоков Волги и Западной Двины, острова Хачин, храма Рождества Иоанна Предтечи.